Путь свинца в наш мир начинается в 300 метрах под поверхностью земли, под рев исполинских комбайнов. Этот самосвел вывозят за раз 40 тонн руды. Нас их три и еще один на 160 тонн. Здесь, прорытых в толще земли шахтах, отважные мужчины добывают свинец в условиях, которые многие из нас сочтут опасными. Это огромная пещера когда-то была жилой рудного минерала, содержащего свинец. Постепенно руду выбрали, оставив лишь подпорки или огромные колонны, поддерживающие свод шахты. По мере выборки руды выстраивается ряд помещений, чередующихся подпорками. Это позволяет сделать шахте ровный пол, а также выбрать максимальное количество руды. Процент выборки руды на нашей шахте от 75 до 80, остальные 20% остаются в подпорках. После того, как мы выберем всю руду из этой жилы, то снова вернемся сюда и выберем руду из-под порок, затем шахты закроются. Несколько уровней выборки позволяют проводить работы по добыче руды без остановок сразу по всей высоте залегания жилы. Чтобы извлечь руду, породу нужно раздробить. Для этого мы выберем шпуры, а в породе, чтобы ослабить ее. Бурельщик бурит за 10-часовую смену около 200 шпуров. Вода используется для того, чтобы смывать пыль и промывать шпур по мере бурения. В километре от зоны бурения, в 27-й штольня, ведется подготовка ко взрывным работам. Пневматический шланг заполняет шпуры мощной взрывчатки. Это аммиачно-селитренное взрывчатое вещество. Но для чего нужно взрывать породу? Почему просто не выбрать руду обычным способом? Порода, в которой проходит рудоносная жила, настолько прочная, что разрушить ее способен лишь мощный взрыв. И вот оно, желанное сокровище, полученное после взрыва. Голенит. Голенит — природное минеральное образование диоксида свинца. Это основная свинцовая руда, добываемая во всем мире. В своем естественном состоянии свинец стабилен или инертен, и,ными словами, не вреден для человека. Здесь присутствуют три минерала — голенит, фаэлит и калькоперид. В этом кубе голенита содержится около 86% свинца, 14% серая. Это лучшая руда в этих местах. Выбранную руду перевозят на рудообогатительную фабрику компании «Доуран» в Миссури. Здесь свинец отделяют от породы, а также от других элементов, таких как цинк, медь и железо. Наша задача — разрушить физическую связь между компонентами руды, отделив горную породу от минералов. Для этого руду пропускают через дробильную машину. Я люблю сравнивать этот процесс колко-орехов. Чтобы добраться до сладкой середины, нужно расколоть скорлупу. Как раз это мы и делаем. Разбиваем руду, чтобы добыть желанный металл. Руда проходит через несколько дробильных установок, пока не измельчится до состояния порошка. На данном этапе мы добавляем воду, чтобы остальную часть процесса обработки проходила в грязеподобном состоянии. Но как извлечь из руды тяжелый металл такой, как свинец? Просто смыть его? Представьте, что значит смыть свинец. Он в 13 раз тяжелее воды, но мы применяем особые химические вещества и физические процессы, чтобы вымыть свинец из роства. Это образец конечного продукта, концентрат свинца. В нем содержится около 80% свинца. В составе сульфида свинца этот металл не может впитываться в кровь и причинять вред. На следующем этапе производства из порошка выделяют серу. Концентрат свинца перевозят на один из металлургических комбинатов компании «Доуран». Порошок грузят на поезда, перевозят и затем доставляют к агломашине, которая достает порошок огромным вагоноопрокидывателем. Под воздействием сильно разогретого воздуха серо выжигается из концентрата свинца. При температуре в 1300 градусов в доменной печи спекшийся агломерат превращают в расплавленный свинец. Тяжелый расплавленный свинец опускается на дно и вытекает из ледки. Расплавленный металл проходит несколько этапов очистки, пока, наконец, не разливается по формам. В этих формах находится чистый свинец, готовый для изготовления бесчисленного множества продуктов потребления в сотнях областей по всему миру. Что общего между автомобилем, автопогрузчиком и операционным? Везде используется электроток из свинцово-кислотного аккумулятора. На сегодняшний день именно это устройство является наиболее важным потребителем свинца. Если бы завтра исчезли все свинцово-кислотные аккумуляторы, то нам пришлось пересесть бы на лошадей, велосипеды или пойти пешком. Свинец движет все автомобили на нашей планете. Вот и всё. На фабрике по производству аккумуляторов компании «Супериор Бэттери» в Расшел Спрингс, Кентукки, с конвейера всходит более полутора миллионов свинцово-кислотных аккумуляторов ежегодно, и здесь свинец применяется почти на всех этапах производства. У свинца есть ряд особенностей, которые делают его идеальным материалом для изготовления аккумуляторов. Это плавкий металл с высокой проводимостью. Температура плавления у него составляет всего 327 градусов под Сельсию. Это стабильный элемент, и он хорошо ведет себя в растворах кислоты. Внутри этой странной на вид установки свинец превращается в высоко токсичный, но очень важный компонент аккумулятора. Сразу 900 килограммов свинцовых слитков расплавляются в печи, размешиваются и распыляются до состояния мельчайших капель, которые, соединяясь с кислородом, образуют высокоактивное вещество под названием диоксид свинца. В этом цеху все обязаны надевать респираторы. При вдыхании человеком самых малых доз токсичного диоксида свинца происходит нарушение работы почти всех систем организма. Через окошко видно, как эти капли вертятся в вихре воздуха. Ударяясь о стенки, они вступают в реакцию с кислородом. Так получается диоксид свинца. На вид напоминает мелкую пыль. Свинец отлично плавится, быстро принимает нужную форму и застывает без трещин. Поэтому он идеально подходит для изготовления решетки, которую помещают внутрь аккумуляторов. При зарядке свинцово-кислотного аккумулятора электроэнергия запасается в химической форме и может быть извлечена обратно по необходимости. 12-вольтный автомобильный аккумулятор состоит из двух 6-вольтных ячейок. Каждая ячейка содержит положительно заряженную свинцовую пластину или электрод и отрицательно заряженную пластину, также электрод. Оба электрода помещены в растворы электролита из серной кислоты и воды. При включении зажигания кислота вступает в электрохимическую реакцию со свинцом, при которой выделяется ток, необходимый для того, чтобы запустить двигатель автомобиля. Внутрь аккумулятора должно свободно помещаться от 90 до 100 таких решеток. Порошок диоксида свинца превращается в пасту и наносится на решетку. Так изготавливаются пластины для аккумуляторов. Внутри сушильного аппарата под действием горячего воздуха из пластин удаляется почти вся лампель. Готовые пластины укладывают роботы, так как пластины имеют значительный вес. Такая стопка пластин весит более двух тонн. Наконец, аккумуляторы попадают на конвейер, где их заполняет кислотой и заряжает. В каждом таком аккумуляторе содержится 9 килограммов свинца. Далее в программе «Интересно обо всём» мы узнаем о том, как свинец стал орудием убийства. А также о современной разведке свинцовой руды, азартной игре на равнинах Миссури. И переработка свинца в промышленных масштабах. Всё это после короткой паузы в программе «Интересно обо всём». Интересно обо всём Вы смотрите программу «Интересно обо всём». Чуть позже мы расскажем о перспективах добычи свинцовой руды, азартной игре на равнинах Миссури. А также о переработке свинца в промышленных масштабах. Мы переработаем примерно 250 тысяч тонн аккумуляторов. Но сначала... Увлечение человека огнестрельным оружием всегда означало близкий контакт со свинцом. Свинец прост в обработке, поэтому из него на протяжении столетий изготавливали пули. Пулей по сей день делают из свинца по одной простой причине. Большой пробивной способности относительно размера и скорости полёта пули. В этом тихом сельском краю в Центральном Миссури уже несколько веков существует один из самых совершенных оружейных заводов США. Компания Sierra Bullets изготавливает 160 разных видов снарядов, выпуская ежедневно до миллиона малых снарядов для ручного оружия. Эти пули далеко ушли вперёд от первых свинцовых шариков, применявшихся в качестве пуль в первых огнестрельных ружьях. Сегодня пули прекрасно сбалансированы для точности попадания высоких скоростей. Современные пули, выпущенные из винтовки, вращаются со скоростью 300 тысяч вращений в минуту или больше, покидая дуло на скорости 900 метров в секунду. Свинец стоит в основе изготовления малых снарядов. Современная пуля представляет собой свинцовую начинку в гильзе из твёрдого сплава, такого как, например, медный сплав. Он защищает более мягкий свинец от деформации в момент выстрела и в полёте пули, сохраняя правильную аэродинамическую форму. По-моему, самым важным качеством свинца является его хорошая ковкость. Она позволяет придавать пули такую форму, какую нам нужно. Каждые три минуты слиток свинца, называемый на заводе чушкой, поступает гидравлический пресс. Под действием давления в 250 тонн, а вовсе не тепла, свинец пропускается через форму. Мягкий металл превращается в тонкую проволоку. Свинцовая проволока сматывается на катушке и позже нарезается на фрагменты, которые станут сердечником пуля. Чтобы изготовить пули большого калибра, например, 45-го, мы используем толстую свинцовую проволоку, а для пуль небольшого калибра 20-го пойдёт тонкая проволока. Чем плотнее металл, из которого изготовлена пуля, тем лучше она будет противостоять воздействию встречного потока воздуха и удерживать первоначальную траекторию. Медный сплав применяют для изготовления гильзы. Медь также хорошо плавится, но имеет достаточную твёрдую, чтобы предохранить свинцовый сердечник от деформации в момент выстрела. После формовки медных гильз их смазывают мылом и обрабатывают перед ставкой свинцового сердечника. Когда в медную гильзу вкладывается свинцовый сердечник, нужно, чтобы он был плотно прижат к внутренней стенке гильзы и не болтался внутрь. Если свинец внутри медной гильзы сожмётся при остывании, то останется воздушный карман, который нарушит баланс пули, приведя к неточности в попадании. А если понадобится проверка, пули многократно испытывают на полигоне, устраняя любые дефекты. На заводе компании «Сфера Буллитс» — главная точность. И в центре этой смертоносной точности стоит свинец. По всему миру насчитывается около 240 действующих свинцовых рудников в 60 различных странах. Крупнейшие предприятия находятся в Австралии. Перед вами рудник «Сянчуре» в Квинсленде, другие крупные добычки свинца — Китай и США. Однако аппетиты человечества в отношении свинца продолжают расти, особенно это касается развивающихся стран. Эхо от взрыва катится по лесам в яго-восточной части Миссури. Не придумать лучшего вещественного влащения будущему свинца, чем станок структурного бурения. Добыча свинца — рисковое предприятие. Несмотря на то, что Запад потребляет примерно 5 миллионов тонн свинца ежегодно, спрос на него падает. Так мы определяем ресурс этого рудника, а также ищем новые области добычи. Углубившись землю на 275 метров, эти геологи надеются отыскать свое черное золото — новую жилу свинцовой руды. Шестиметровый штифт венчает бур с алмазной головкой, который извлекает на поверхность цилиндрические образцы породы, называемые колонками. У каждого такого шурфа своя история. Ни один шурф не похож на другой, поэтому так интересно работать с ними. Колонки породы извлекаются из бура и складываются в лотки, чтобы позже отправиться на анализ и затем в каталог геологов. Сокровище, которое мы искали, — это конечная цель бурения. Как видите, с этим шурфом мы попали в яблочко. Выбрали нужное место для бурения, нашли жилу свинцовой руды. Разведка месторождения важна для будущего промышленности. С переходом на электродвигатели возрастет и спрос на аккумуляторы. И спрос этот будет расти с каждым годом. Со временем становится всё труднее искать свинцовую руду. В конце концов, жилы в этих местах истощатся, и рудники придётся закрыть. Надеюсь, к этому времени наша разведка найдёт свинец в других местах. Ведь обнаружение залежей свинцовой руды в ином регионе вполне возможно. Добро пожаловать в мир переработки вторсырья в промышленных масштабах. Мировые цены на свинец держатся на одном уровне благодаря тому, что основная доля свинца, используемого в промышленности, годна к переработке. В США перерабатывается 98% свинца, а это приблизительно 1 миллион 200 тысяч тонн. Ведь свинец легко поддаётся переработке. Город Босс, штат Миссури. Один из крупнейших заводов по переработке свинца в мире. Сюда ежедневно привозят около 100 самосвалов с отходами, содержащими свинец. Это и свинцовые пластины, используемые рентгенологами, и горы свинцового стекла от компьютерных мониторов и телевизоров. Это балансировочные грузы, оставшиеся после балансировки колёс, и материал с полигонов, где испытывают новые свинцовые пули. Всё это пойдёт на переработку. Этот самосвал привёз целый кузов свинцово-кислотных аккумуляторов всех форм и размеров. Мы переработаем примерно 250 тысяч тонн аккумуляторов. Только в этом году мы произвели из них 155 тысяч тонн чистого свинца. Огромные промышленные аккумуляторы вскрывают с помощью сварочного аппарата. Внутренностью извлекают с помощью огромного гидравлического манипулятора. На дне этой ямы в хранилище старых аккумуляторов плавают в серной кислоте тонны свинца, которые предстает излечь. Если бы не переработка, все эти аккумуляторы оказались бы на свалке. Мы перерабатываем около 14 миллионов аккумуляторов в год. Если поставить их в одну линию, протяжённость составит 2400 километров. В обычном автомобильном аккумуляторе содержится почти 9 килограммов свинца, 4 литра серной кислоты и килограмм пластмассы. То, что свинец тяжелее многих веществ, сильно помогает нам в его переработке. Все аккумуляторы мы дробим на мелкую крошку. Свинец оседает на дно, а пластик всплывает на поверхность. Эта технология носит название гидросепарации, и работает она только со свинцом. Каждый компонент аккумулятора перерабатывается по отдельности. За процессом переработки тщательно следят. Свинец в торсырьё плавят в двух разных печах. Наша доменная печь — самая крупная в мире печь для оплавления вторичного свинца. И из неё ежедневно выходит 150 тонн расплавленного свинца. Отражательная печь вмещает 400 тонн жидкого свинца. Сейчас мы добавляем ещё 100 тонн в 200-тонный котёл. Температура там внутри — 1400 градусов. Нехилое барбекю, скажу вам. Расплавленный свинец поступает в котёл для удаления загрязнений. Здесь из свинца извлекают загрязняющие вещества, такие как медь. Они, как и любой другой металл, всплывают поверх свинца. Теперь свинец можно разливать по формам. Под нами находится поточная литьевая машина, отливающая слитки по 30 килограммов. На ней мы выплавляем различные сплавы. Под формой мы проходят желоб с водой, которая охлаждает слитки. В конце слитки извлекают из формы и скрепляют стальной лентой в блоке. На всём мире историчного сырья производится более 60% свинца. Только в США на перерабатывающие заводы поступает более 14 миллионов аккумуляторов. Благодаря своей нерушимой основе, свинец продолжает питать энергией в современный мир. Свинец — настоящий подарок природы для человека с его уникальными свойствами. Другого такого металла нет.